Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. Столкнулся с проблемой, не получается себя заставить чем-либо заняться. Во время работы я мечтаю о выходных, о том, как я займусь чем-то полезным. Планов куча. Доработка программ, которые помогают автоматизировать рутину на работе. Я являюсь профессиональным программистом, просто использую программирование для более быстрого решения нудных задач. Ремонт автомобиля, генеральная уборка, ремонт жилой площади и прилегающей территории. Поход к врачу по поводу незначительных, но неприятных проблем со здоровьем. Когда наступают долгожданные выходные, я чувствую себя очень уставшим и невыспавшимся. Причем на работе особо тяжелым ничем не занимаюсь. Часов до 5-6 дней смотрю фильмы из сериала по телевизору. В смысле завтра всем займусь еще 2 дня впереди. Потом пересаживаю за компьютер, смотрю ютуб, часов в 10 вечера выпиваю пару банок пива и иду спать. В следующие 2 дня также чувствую себя уставшим, хотя непонятно как мог устать от ничего не делывания и просмотра видео. Мысль меняется, но программы и так работают, некоторые вещи мне неудобны, но не так часто ими пользуюсь. Машина же едет довольно хорошо, зачем лезть, подумаешь, что щит что-то на поворотах. К врачу если сегодня запишусь, приму только через неделю, запишусь на следующую неделю. Потом работаю, мечтаю о выходных. Порочный круг прерывается довольно редко. Например, когда родственница попросила забрать ее из аэропорта в другом городе, так и поменяла по крышке на нормальные. Кроме того, я не достаю ни с кем в отношениях. Все отношения с девушками после окончания стадии сильной влюбленности во время которой каждую свободную минуту тратил на общение с объектом симпатии переходили к мерзкой стадии, когда я чувствовал себя все время уставшим и стремился провести выходные так, как хочется мне смотреть сериалы фильмы Ютуб, не говорить о том, что у меня отпуск, избегать общения. Каждое свидание во время выходного казалось не зря потраченное время, во время которого я мог отдыхать. После того, как я осознал, что уже третья девушка, с которой стоял в отношениях, заблокировала меня во всех средствах связи и не желая дальнейшего общения, я понял, что лучше никаких отношений мне не заводить. Просто по-человечески жалко девушек. Теперь избегаю всякого общения с противоположным полом, за исключением, как бы, делового общения на работе. Все это длится уже несколько лет. Собственно вопрос, можно ли как-нибудь заставить себя заниматься полезной деятельностью, чтобы мне самому не казалось, что я сам себя заставил. Как избавиться от вечной усталости и безрезультатных попыток отдохнуть? Возможно ли в моей ситуации долгосрочные отношения, в которых бы я не обещал девушек? К специалистам обращаться боюсь, потому что в прекрасной стране, в которой я живу, наличие какого-либо психиатрического диагноза может привести к лишению водительских прав. Точнее, к невозможности пройти медкомиссию для их продления. Ну, то есть вы описываете, конечно, очень похоже на внутренний конфликт. Вот. И внутренний конфликт, каким вы должны быть, вот, и каким вы быть хотите. Внутренний конфликт про требования к себе. То есть вы от себя, очевидно, очень много требуете. Про то, что вы не разрешаете себе быть с собой и, в общем-то, себя. Какой вы есть, вот такой вот любящий смотреть сериалы и т.д. Отвергающий. Вот. Внутренний конфликт про то, что вы должны быть полезным обязательно, что с девушками обязательно нужно как-то вести себя, ну, более активно, чем вы себя ведете, да? Вот. И вы пишете, что это длится уже несколько лет, соответственно, несколько лет назад, вероятно, что-то произошло, что-то случилось. То есть, вот случилось что-то, что вот у вас такое состояние привело, собственно говоря. И, на мой взгляд, нужно в первую очередь посмотреть, что же произошло именно несколько лет назад. Может быть, вы начали уставать. В том смысле, начали уставать, да, что вот началась выработка достаточно сильно у вас. Именно выработка. То есть, да, вы вроде бы ничего не делаете, да, вроде бы, как бы, ну, напряжения особо нет. Но, в то же время, тяжело. Потому что тяжело бывает не только от того, когда человек действительно занимается чем-то тяжелым и трудным. Но тяжело бывает еще и по другим причинам. Например, человеку кажется его работа нудной. Вот, заниматься нудной работой тоже, в общем-то, а, как бы, достаточно тяжело. Потому что нудная работа не активизирует возможности человека, его интерес, его способности. И так далее. Поэтому, на нудной работе, по большим счету, ресурсы человека, его мощности, скажем так, простаивают. Это важно понимать, да, как бы. То есть, важно понимать, что вы устаете не от тяжести работы, а от того, что вы занимаетесь не своим, в общем и целом, делом. А, ну, как правильно сказал мой коллега, в целом, ситуация такова, что само вот такое понятие, полезности, оно очень расплывчато, субъективно и недемократично по отношению к человеку. То есть, полезно определяется другими людьми, но не вам. И получается, что вы пытаетесь как будто бы угодить окружающим людям, в том числе и девушкам, вы пытаетесь угодить. А вам это дается очень тяжело. Вам это дается крайне тяжело. Потому что вы не являетесь собой. Но вам кажется, что если вы будете собой, то вы такой никому не нужны. При этом я думаю, что и работа и девушек, сейчас вы выбираете по принципу долго, но не по принципу хочу. Вот. Это очень, на мой взгляд, важная деталь и важный момент. С другой стороны, если вы видите, то вы как-то вот очень не свободны, по моим ощущениям. Что значит не свободны? Несвободны, это значит, что у вас все надо, 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 надо. А отдых заключается в том, чтобы, в общем-то, избежать реальный мир. То есть, просмотр, просмотр, значит, фильмов и сериалов, да, это про вот избегание реальности. Так же, как и, например, употребление пива при условии только, что вот именно вам сам вкус пива нравится. Да, как бы. То есть, если вам нравится сам вкус пива, то здесь как бы уже вопрос немножко другой. Вот. То есть, в целом, как-то вот вы запутались, на мой взгляд, в том, а вот все, что я делаю, это вообще как бы мне надо или, ну, кому-то вот другому, да. Я, когда с девушками общаюсь, я общаюсь с ними, ну, о том, о чем как бы мне интересно, да, себя проявляю, или им стараюсь понравиться, например. На работе с моей, я как оказался, как бы, ну, то есть, вот, мне нравится моя работа, она вот, ну, условно говоря, там, меня раскрывает, да, вот. Мои способности, мои возможности, мои возможности и так далее. Вот. То есть, как-то вот вам надо, на мой взгляд, на это обратить свое внимание. Вы же эти аспекты пропускаете, обесцениваете их, вот, и как результат чувствуете себя довольно подавленным и усталым. Потому что усталость здесь, это защита, защита от, как бы, ну, защита от нежелательных действий. Так вот, можно сказать вам, в принципе. Вот. Вот. И, соответственно, соответственно, нужно вам заняться собой, чтобы выявить, выделить вот то, чего вы вообще хотите, да, и как бы то, что вам важно, нужно. То есть, для начала, для начала, вам нужно просто почувствовать себя, себя и, как бы, свои желания, да, и признать, что вот, чего-то вы не хотите. Представьте, что вот, что-то из того, что вам делать нужно, вы не хотите сказать внутренне нету. Да? Вот. А я думаю, что, как раз таки, это вам довольно таки непросто сделать, ну, мое такое мнение, да. То, что вы описываете, можно назвать прокрастинацией. То есть, откладываем на потом, да. Вот. Лень их, когда мне не хочется. Отношение к лене довольно специфическое, в том плане, что очень часто лень, ну, позиционируется как совершенно такой однозначный недостаток человеческий. Вот. И лениться нам часто запрещают. Правда в том, что, с точки зрения психологии, лень, это история про другую подребность, а не про то, что я чего-то не хочу делать. Ну, например. Смотрите. Такой пример приведем. Мне нужно в магазин, но я не хочу идти в магазин. Да? Допустим, то есть, мне лень, мне лень идти в магазин. Но мне нужно идти в магазин. Допустим. Вот. В данном случае, никто не отменяет факт того, что в магазин идти нужно. Это правда. То есть, что в магазин идти нужно, да, в принципе, ну, согласны все. Но лень. И здесь есть разница. Мне лень. Допустим, лень. Потому что мне хочется что-то получить. У меня какая-то другая, более актуальная потребность есть. Например. У меня какая-то другая потребность есть. Или. Или. Я понимаю, что. Ну, например. Я понимаю, что в магазин как-то вот, ну, не очень-то и нужно. Знаете, какая штука. То есть, как бы я себе придумал, что нужно в магазин. Придумал. Придумал для чего-то. Придумал зачем-то. А, может быть, мне это придумал кто-то. Чтобы меня занял. Вот очень часто бывает, как раз, ну, довольно часто бывают такие истории, когда человеку придумывают. Вот. Ну, как бы. Занятия условно говоря. Она придумывает какие-то обязанности. Вот. Из разных побуждений. Вот. И вот как бы. Человек пытается. Эти убеждения, ну, в общем и целом выполнять. Вот. Как бы. Вот. К сожалению. Да. Ну, хорошего. Из этого, как бы, вот. Получается не особо. Все. Давайте, ну, признаем. Вот. 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 Поэтому вот такая вот парадигма. Вот. Соответственно, вам необходимо отличать то, что вот полезное с точки зрения вам такое привычное и того, что вы хотите. И если вы будете делать то, что вы хотите на самом деле, наоборот, то велика вероятность, что делать то, что нужно, условно говоря, вам будет, ну, гораздо лучше. Вот. А сейчас вы изо всех сил своих пытаетесь быть, ну, вот, что называется, правильно. Вот. А это немножко так не работает. Дальше. А, значит, можно ли заставить себя заниматься полезной деятельностью, ну, чтоб мне не казалось, что я сам себя заставил? Это обмануть, что ли? Как избавиться от вечной усталости и безрезультатных попыток отдохнуть? Разобраться, от чего вы устаете, с чем вы боретесь. Возможно ли в моей ситуации долгосрочные отношения, в которых я бы не обижал девушек? Да. Если пристанете, например, следовательно следовать своим-то ожиданиям и поработать с чувством вины. Вот как-то так. Кстати, обращение к психологу не означает, что у вас есть какой-то диагноз, поэтому как бы ваш страх не был избеганным. Обычно. Вот. Подумайте еще вот о чем. Ваше текущее положение. Какое дает вам выгоду? Что вы получаете от этого? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.